Ивановская Целина. В регионе стартовала программа вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Сейчас доля таких участков более 60%. В этом году участникам программы на компенсацию расходов предусмотрено 15 миллионов рублей. Это те территории, которые заросли кустарником и лесом. До 25% затрат компенсируется из областного бюджета. Причем спрос мы чувствуем, что только растет. Уже подано заявок на 2 с лишним тысячи гектар. И мы думаем, что в этом году объем площадей, которые будут участвовать по этой программе, получать субсидии, будет порядка 3,5-4 тысяч гектар. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский побывал в двух фермерских хозяйствах в селе Богатырево Тейковского района. Здесь планируют разводить крупный рогатый скот. В первую очередь для производства сырого молока. Территорию делят два предпринимателя. Компенсацию они получат постфактум. Выезжает комиссия, смотрят, что земля действительно залесенная, делается оценка. И после этого производятся работы и отчитываются по документам, что работали землями. Земли здесь не обрабатывали более 20 лет. Ранние территории принадлежали совхозу Боровое. За долгие годы поле превратилось в участок лесополосы. Восстановительные работы идут полным ходом. Здесь сделан проект нашими партнерами с Калуги. Почти на 300 голов молочных. То есть ферма, она подразумевает роботизированное. То есть по 4 робота. По 2 робота в каждой площадке. Ферма в Богатыреве задумались делать по последнему слову техники. Оборудование и даже скот привезут из-за рубежа. Переменчивая валюта, увы, заставляет предпринимателей переплачивать. Зато, как уверяют специалисты, продукция будет более качественная. Мы не хотим зацикливаться на сдаче самого молока. Потому что и стоимость молока сейчас не очень, скажем так, хорошая на данном этапе. То есть хотим поставить переработку свою молочную. Благодаря современным технологиям, которые планируют сюда внедрить, на производство не будет влиять пресловутый человеческий фактор. Для этих ферм будет достаточно 7 работников. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.